Добрый день. Мы сейчас попробуем разобрать тему, которая прошла, мы с вами недавно говорили, на тему схизмы, в которой случилось. Еще раз поговорим о присутствии Сергея Ивашенко, представителя украинской общины в Новосибирске. Что такое вот это вот рассоединение церквей? И называется ли, можно ли так разобрать? Ну давайте сначала представимся. Да, ну уж нас сразу все видели, ну давайте, Игорь Феодосий. Евгений Петренев. Ну и Ивашенко Сергей Алексеевич, некоммерческий культурно-просветительский фонд «Союз украинцев Сибири», председатель правления. Мне интересно вот ваше мнение, батюшка, что это раскол церквей все-таки, церкви РПЦ, он уже все состоялся, этот Томас, он как бы возврат к каким-то историческим принципам, или это что-то такое извне опять приходящее? Мы должны с вами сразу осознать, что дело в том, что я буду здесь, это мы все равно, что мы сейчас с вами приехали в клинику Мишалкина и зашли в хирургическую, и хирурга спрашиваем об операции на сердце. То есть объективным будет только мое мнение. Вы меня бить не будете? Потому что для того, чтобы ваше мнение было объективным, вам надо хотя бы лет 8 почитать богословские книги, историю церкви, хотя бы на небольшом, на не очень высоком уровне, даже не защищая диссертации. Вы можете оценить вполне то, что по телевизору говорят, и то, что какие-то комментарии дают. А вот и церковные точки зрения, оценить это может только тот, кто сидел над книжечками ночами с выпущенными глазами и писал диссертации по этому поводу. Вот я, например, писал диссертацию по армянской православной церкви, как она отделилась от мирового православия и как она получила тоже свою самостоятельность, как это исторически сложилось и как это было. Ну, первым, что мы должны с вами отметить, есть 7 Вселенских соборов, но как бы был и 8, но так как, знаете, получалось, вот, допустим, первый был собор, на втором соборе его признавали Вселенским, потом был третий собор, на третьем соборе второй признали Вселенским. То есть это как бы говорит о том, что эти соборы имели особенное значение для церковной истории, какие-то особенные-особенные моменты. И поэтому было, по сути дела, 8 Вселенских соборов, но 9-го не было, и поэтому 9-й этот 8-й не признал, и поэтому, по сути дела, 7 осталось. Поняли, да? Вот такая вот ситуация сложилась. Они решали очень какие-то важные догматические вопросы церковные и внутриполитические, и как раз вот вопросы автокефалии. Исторически сложилось так, что древние патриархаты автоматически имели автокефалию. Они существовали все на территории Римской империи, не каких-то других стран, а вот именно на территории Римской империи. И это были Константинопольский, но сначала, конечно, давайте возьмем главный, Папа Римский, то есть Римский патриархат, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Вот их было 5. Но исторически получилось так, что западная часть находилась очень далеко. И вот меньше принимала участие в жизни римская церковь, меньше всего принимала участие. Папы практически не ездили на Вселенские соборы, а отправляли туда своих послов. Но по праву Первого Вселенского собора было решено, что Папа Римский имеет право апеллировать, то есть самая главная судебная инстанция. Если у кого-то возникали какие-то вопросы, право чести имел Папа Римский. К нему как к старцу, как к самому древнему, как к самому важному, все должны были ходить за тем, чтобы разбирать между собой всякие между собойные конфликты. И так и было, по сути дела. Но восточная часть Римской империи, в лице Константинопольского патриарха, не очень хотела этого делать, поскольку римский Папа требовал часто своего. Причем, знаете, как не смешно, гораздо более здравомыслящим был именно римский Папа. Эти такой муры там несли, что я не буду сейчас гадости кое-какие говорить, но такую муру несли иногда, что тушите свет. А Папа, например, когда осудили и приговорили к смерти Иоанна Златоустого, единственное, кто защитил его, это был римский Папа. И Папа Римский оказался прав. И даже через тысячелетия мы его мудрость признаем, потому что он единственный, кто защитил Иоанна Златоустого. Среди моря ненавистников, клеветников и прочих всех людей. Ну, ладно, эту внутреннюю византийскую кухню, как бы я вам рассказал, в 1054 году произошел Великий Раскол, Великая Сизма. Она давно уже затевалась. И нашли всего, несколько всего, совсем глупых поводов к разделению. Потому что разницы практически никакой нет. Первое, это филиоковое исхождение Духа Святого и от Сына, от Отца и от Сына. И второе, это, значит, добавка всему ли веры. И вторая вещь, это то, что Папа, ну, типа претендовал на императорскую власть. Цезарепапизм так называемый. Вот на этих двух основаниях разделили Восточную Церковь и Западную. Началась Великая Сизма. Как раз в этот момент, чуть-чуть раньше, до Великого Разделения Церквей, автокефалию получила, ну, не автокефалию, а создана была русская митрополия Константинопольского Патриарха. То есть, это была восемьдесят шестая митрополия в огромной, огромной вот этой вот Константинопольской Церкви. Она была основана в Киеве. Она была основана в Киеве, эта митрополия, и получила, как бы, ну, очень такое, ну, глушь это было, глухомань. В то время никто даже не думал, что это станет таким огромным оплотом православия. Почему? Потому что не было еще турков, которые от Греции, ничего потом не осталось, от Греции разрушили ее вместе с православной церковью. И поэтому, как бы, ну, была себе глухая, глухая киевская митрополия, которая потихонечку, полигонечку начала развиваться. И вдруг эта митрополия, особенно при Ярославе Мудром, там и прочее, она пошла в лед. То есть, начала развиваться письменность, начала развиваться баллослужебная практика своя особенная. Через Болгар получили вот эти вот, Кирилл и Мефодий, когда пришли, письменность принесли. То есть, пошло очень серьезное, ну, очень серьезное развитие. Но тоже время не стояло на месте. И начало XIII века, 1237 год, пришел Батый. И вот это две эпохи нашей истории. То есть, Батый Киев сжег. С Киева осталось 40 дворов. Все остальное пошло прахом. Все храмы, все мощи, все, ничего не осталось. И митрополит бежал во Владимир. И с этого пошла, а это уже у нас получается вот XIII-XIV век, так называемая Владимирская Русь. Митрополит был вынужден перенести весь свой двор вместе со всеми службами, пожитками и все. Поэтому он уже, хоть он и назывался митрополитом киевским, но стал он митрополитом владимирским. Реально. Причем, всегда сопутствовала икона, Владимирская икона Божьей Матери. И вот Владимир стал реально столицей тогдашней Руси. В этот период началась такая подковерная борьба между всеми славянами. Польша начала тянуть одеяло на себя. Литва и, ну там все вот это вот, будем говорить, как агломерат прибалтийский стал тянуть одеяло на себя. А у нас наши князья начинают объединяться вокруг зарождающейся Владимира Суздальской цивилизации. Хотя, все митрополиты по-прежнему называют себя киевскими митрополитами. Но место расположения никто из них больше не был в Киеве. Никто из них больше в Киеве не был. Киев, ну так как описывают историки, жуть просто, что было с Киевом. То есть просто было все сожжено и уничтожено. Значит, что произошло дальше? Когда на севере стал формироваться свой центр силы, причем серьезный центр силы, вроде бы из разрозненных всяких княжеств, стала появляться вот эта Владимирская, Суздальская Русь. То есть все поляки сначала, потом все целые Витовты и Ягайло захотели иметь у себя отдельно своего собственного митрополита. Киев попал, сначала был очень долго разорен и был чисто такой, знаете, на пустыне, а потом попал под влияние Польши и Речи Посполитой. Ну, сначала в Литве. Да, сначала Литва, да. Ну, не будем там недолго, там Польша всего там тоже совсем недолго, все это потом объединилось. И вот, значит, и польский король, и княжества вот эти прибалтийские, все посылали Константинопольскому патриарху просьбу о том, чтобы митрополит был у них. Причем они хотели, чтобы этот был, он действительно распространялся, так как мы опять можем говорить с вами, что это был один народ, потому что один был митрополит Галиция, Польша, Прибалтика, Киевская Русь и Суздальская Русь, вплоть до Новгорода. Полностью это было все одно государство. То есть оно воспринималось идеологически, хотя везде там сидели свои феодалы, но идеологически воспринималось как один народ. Воспринималось совершенно как один народ. И в какой-то определенный момент, когда митрополит перебрался в Москву, он еще первый митрополит, еще назывался, первый митрополит, еще киевскими назывались, умудряясь находиться в Москве. Но уже буквально через какой-то там краткий период, когда южные вот эти все области отошли к Литве, был послан митрополит из Октянестанктинопольской церкви Вселенского патриархата в Киев. И получилось два митрополита. То есть был уже свой киевский митрополит отдельно, и отдельно был свой митрополит московский. Это уже буквально во времена Ивана Грозного. И после этого, мы знаем, с вами подсуетился очень усердно Борис Годунов, лучше ему благодарность большая и слава. И он выбил, выдавил, выпросил патриаршество у греков. И это был пятый патриарх. Представляете, вот я вам не зря перечислял, Александрийский, Иерусалимский, Антиохийский, Константинопольский и Московский. То есть вот это был пятый патриарх, причем его избрал не только Константинопольский патриарх, а все остальные. То есть Александрийский прислал грамоту, Антиохийский прислал грамоту, Иерусалимский, что мы признаем тебя своим братом, равным всем нам, и т.д. То есть это реальное, и признание тогда такое было. Никаких Томасов тогда в то время не было вообще. То есть Томас — это Филькина грамота. Томас — это такая фигня, которая нужна для того, чтобы показать, что ты от меня зависишь. То есть если я тебе даю патриаршество, то без каких-то оговорок. То есть ты варишь сам мира, ты сам делаешь все церковные действия, производишь сам. А если я тебе даю Томас, то этот Томас накладывает на тебя определенные ограничения. То есть, например, ты во всем свободен, но, например, только на территории своей страны. В других странах миссионерствовать ты без моего разрешения не имеешь права. Или, например, ты не имеешь права сам варить мира, а должен у меня его получать. Это такая особая субстанция, после крещения помазывают в ней младенцев. Вот это Томас, который ограничивает какие-то твои права. А вот так как армяне, например, или грузины получали в свое время автокефалию, они ее получали без оговорок. То есть их патриархи самостоятельны. Что произошло? Они уже получали все потом Томасы. Томасы, да? Да, да. Севские, болгарские. Да, с 15-го, по-моему, века это вот все началось. Они уже потом, позже, они получали в свое автокефалии уже за определенные такие выступки Константинополя. И вот сейчас, два года назад, состоялся на Крите такой Всеправославный Собор, на котором Вселенский Патриарх все время пытается доказать, что теперь, так как Папа Римский объявлен эритиком, то теперь его место занял он. То есть теперь он будет главным судьей. И на этом основании он и принял апелляцию митрополита Филарета или патриарха Филарета Киевского на московского патриарха. То есть история такого не знает, такого не было никогда. Было только вот Папе Римскому все ехали на суд и его приспрашивали Папы Римского благословения и судебного решения. Это тысячу лет назад? Да, это было до раскола церквей. Вот то, что я вам сказал про Иоанна Златоустава, например. А тут, так как я уже говорю, Папа Римский теперь проклят, анафема стал он, то теперь это хочет доказать Константинопольский патриарх, что теперь вот это право перешло к нему. Первенство православия. То есть началось все с того, что Филарет подал... Да, Филарет подал апелляцию на московского патриарха в том, что тот его предал анафеме и суду церковному лишили его там Саана и прочего всего остального за то, что он, когда проиграл выборы, он же хотел быть патриархом московским, и проиграл выборы в 2001 году. Да, он должен был, потому что он практически почти... Фактически он был уже... Да, не знаю, какие-то ментрии, не знаю, что там было. Да, и там случилось что-то такое, ну, в общем, там КГБ вмешал. Ну, может быть и такое. Нет, скорее всего. Ну, в общем, короче, он обиделся очень сильно, приехал, возможно, любые варианты, что хочешь могло быть. КГБ там конкретно... Он вернулся и объявил, я как бы учился в семинарии, мы прямо все сидели студенты и слушали, как он говорил, что на меня в Москве было оказано большое давление, и я теперь вот не могу, и вот и тут, и все, и организовали Украинскую Православную Церковь Московского Патриарха, ой, Киевского Патриарха. Да, потом прошло время, ему все это вот куколь никак покоя не давал. Он себя назвал Киевским и всея Руси Украины. Титул ему все нужно там. Царь Гороховый и прочее вот это самое, и всей грибной солянки тут местной, короче, на сюда. Вот, но мы должны быть объективны. Исторически дело в том, что митрополит Киевский в момент Переславской Рады и присоединения Украины к России после вот этого всего, это самое митрополит Киевский существовал. Так, жалко из Константинопольского. Да, и принадлежал Константинопольскому Патриархату. То есть это был митрополит Киевский Константинопольского Патриарха. Тоже там какой-то 80-й, уже не 200-й, по-моему, по-започину был. Ну, и когда все-таки присоединение состоялось, и русские войска, и все вошло в Киев, естественно, два митрополита быть не могло. И его просто благополучно, этого киевского митрополита, в нарушении всех царковных, выперли оттуда, и отправили в Константинополь. И посадили нашего туда. И потом уже, когда вот это нарушение сделали, Московского Патриарха. Да, то есть поставили туда митрополита, назначенного московским патриархом. Выгнали Константинопольского, в Налову, коленом в зад, по-моему, там со второго этажа его выкинули. То есть нарушили, в принципе, договор Креяславской. Абсолютно верно. Также мы поступили точно при Павле Первом, когда нарушили договор вхождения Грузии в состав Российской империи. Этого митрополита, тихийского просто патриарха, выкидали в окно. И потом отправили его в Самару. И в Грузинскую церковь ликвидировали. Это в нарушении и договора Переславской Рады, и в нарушении договора Грузии, вхождения в Россию. Потому что, ну, так цари считали. Объективность ради договора Переславской Рады нарушили сначала... Да, сначала Украина, конечно. Нет, нет. Это взаимно было. Ну, это как с минскими соглашениями. Маленькие идутся. Да, как с минскими соглашениями. Мы должны, они должны получить контроль над границей. Не только после того, когда... Един раз. Да. Когда те должны получить, провести выборы. А те не могут провести выборы, пока эти не получат контроль за границей. И начинается, кто первый должен уступить. Нет, ну, чем все-таки? Вот, вот. Ну, чем кончилось. Значит, митрополита выгнали. Давайте, нет, я пока про пеницид. Ну, давайте. Митрополита выгнали. И он поехал жаловаться в Константинополь. И началась довольно-таки сильная вражда, потому что Константинополь обиделся. Мы также потом поступили, когда Молдавию заняли, Суворов пришел, выгнали оттуда митрополита Волгасского. Его тоже он поехал в Константинополь. И Петр Первый уже был вынужден, это я имею в виду пока про Украину, про Молдавию попозже было, про Екатерине. Это было одинаково все тоже. Екатерина потом точно так же писала, как Петр Первый. Значит, было отправлено хороших два сундучка золота, и было отправлено от Петра письмо с просьбой. Петр Первый потом послал, когда патриаршество отменил, и вел в Священный Синод. Он тоже написал письмо Константинопольскому патриарху с просьбой признать Священный Синод как равнозначный орган патриархии. Это было... Да, в общем, это было... Все писали. А здесь, да, вы правильно меня подправили, здесь Федор писал. Он отправил деньги. Это было совершенно законно. Это считалось, если ты не отправлял деньги, то ты был чмо. Это была норма. То есть ты должен был заплатить за судебные расходы. И была, значит, какая... Была одна просьба. Одна просьба. Да, да, да. Была одна просьба. Разрешить московскому патриарху назначать киевского митрополита. Что и благополучно было. Пришла бумага, в которой была есть, она сохранилась, в которой, правда, без оговорок, на сколько это лет, на когда, на чего, но давалось московскому патриарху право назначать киевского митрополита. И с тех пор уже митрополиты назначались не из Греции в Киев, а назначались из Москвы. Вот. И так же и в Грузии было. Когда при Павле это присылали, тоже назначались из Москвы. При Петре Первом произошло упразднение патриаршества на 300 лет. Был введен священный синод. И так же было написано письмо восточным патриархам с высыланием туда денег, с просьбой о признании вот этого священного синода, равнозначного патриархам, но только коллегиального, как и легального такого, то есть вместе не управляли. Вот. На протяжении 300 лет это было... То есть священный синод мог тоже назначать киевскую митрополиту. Да, естественно. То есть пришла бумага, по-моему, от патриарха Иеремии, в которой было написано, что мы признаем святейший синод русской православной церкви нам равнозначным братом. Во Христе, как бы вот все эти митрополиты, они из всех, из них кучки, получался один патриарх. То есть если они принимали решение, то как бы это вот было... Такая форма была придумана. Ну, вот так придумали. Как бы во главе веры стоял уже император. Государь, да, да, царь-стратор. Да, стоял царь и с помощью обер-прокурора он управлял вот этим синодом. Кстати, это вот было точно так же в Османской империи. На всех заседаниях священного синода сидел от султана визирь специальный, назначенный. И пока они там все решали в интересах империи, все было нормально. Только они рты открывали, оба, и они все решение сразу принимали так, как надо было султану. Так, так, так. Ну, в общем, кто царь того, помните, как сказал Кюрфюст один немецкий, чья власть, того и вера. Вот и все. Из всего вашего сказанного, я говорю одно, что в этом разрешении, которое дали Федору Алексеевичу, не было зафиксировано время. Да, совершенно не было зафиксировано никакое время. Просто, да, вот мы даем вам право, святейший патриарх Вселенский Константинопольский, назначать киевского митрополита. То есть, не было ничего оговорено, ни сроки, ни условия. Право взял? Да, получилось вот такая хитрая, настоящий джигит должен быть хозяином своего слова. То есть, это Константинопольский. Да, да, сам слово дал, сам его забрало. И вот на основании этого, когда Филарет, ну, два раза там Верховная Рада писала просьбу патриарху, чтобы сделали свою украинскую церковь. И один раз написал Филарет как бы кассационную жалобу на то, что его так вот незаконно решили сам. И все, пришло. И как они поступили? Значит, это долго тянулось. Сам патриарх Константинопольский тоже здесь в очень таком сложном ситуации находится. Почему? Ему как бы и хочется вот этой папской власти судебной над всеми. А с другой стороны страшно. Почему? Потому что у всех церквей, у сербов, они там, по-моему, с Косово никак не могут поделиться. У них есть аннексированная территория. Вот это. То есть, там митрополит, какой может быть на территории другой страны. У поляков есть свои раскольники, которые там отделились. То есть, получается, теперь Константинопольский патриарх может везде всех этих раскольников признавать законными. И сербское, и черногорское. Черногорское. Да, вот точно. Абсолютно верно. Везде это. Есть какие-то свои внутренние проблемы. Кроме того, еще здесь есть одна большая, Жень, вещь. Есть огромная русская православная церковь в Америке. Она просто огромная. Это не зарубежная РПЦ, которая вошла в состав Московского патриархата, вот эти беглые после революции мигранты. А это была еще со времен Аляски наши миссионеры, их там тысячи приходов в Соединенных Штатах Америки. Это такие деньги, Жень, что просто несравнимо даже сказать с чем. Со времен не только Аляски, но и Калифорния. Да, еще Калифорния. Калифорния. Да, абсолютно. Сан-Франциско. Абсолютно, наверное. И она так распространилась, что на территории и в 46-м году Сталин дал приказ патриарху уже избранному тогда Сергею Умер Алексею Первому дать автокефалию у Американской православной церкви. Почему? Боялись, что оттуда будут приезжать шпионы. И прямо Алексей Первый по его приказу дал Американской церкви автокефалию в уровне метрополии. Но точно так же, как дали ее сейчас в Украине Константинопольский патриарх. И тысячи приходов они сейчас так и называются русской православной церковью в Америке. Они уже как бы там русские. Они уже давно все тут служат на английском языке. И они там просто организовали свою большую церковь. Но Константинополь ее не признает. И хочет ее прибрать в себе. То есть назначить своего митрополита. В общем, у всех свои какие-то есть интересы. И что произошло? Произошла простая вещь. То, что сейчас в связи с тем, что произошло даже не то, что отделение самой Украины, а вот этот Януковичевский переворот сверх. На этом основании Филарет попросил, написал, что теперь уже такая война, вражда у нас между нашими странами. И чтобы народ православный не страдал, просим вас. И те пошли по такому пути. Они отменили вот это решение, которое дали Федору и Префедору Иоанновичу, Федору Алексеевичу, да, дали Префедору Алексеевичу разрешение на назначение московского, ой, киевского митрополита московским патриархом. И сказали, мы теперь будем сами назначать киевского митрополита. И это нонсенс, конечно, но... Ну как, вполне законно получается. Ну, как законно? Ну, с таким же успехом, например, можно сейчас отменить вот этот, как его, вот этот документ, который подписали Беловежская и Пуще, разделение Советского Союза. То есть, например, отменить его, сказать. Ну, мы вот отзываем свое, мы теперь не считаем так. Я просто говорю, что это, понимаете, говорить о законности ну, очень сложно. Почему? Потому что есть каноны, которые... Насчет каноничности. А вот, если мы признаем Константинопольского патриарха правом Папы Римского, то есть, Вселенск, признаем его, что он теперь первый, тогда мы должны все признать, что он имеет право апелляции. Все мы можем ему писать жалобы. То есть, пишать, ваши свидетели, что прошу вас решить мой вопрос, восстановить меня в Священном Санне. Ну так все эти годы вроде и говорили, что он Вселенский патриарх. Говорить-то говорили, но право он такого не имел. Это право только данное Римскому Папе. Это право, данное Первым Вселенским Собором Римскому Папе. Там прямо написано, что все имеют право Папе печаловаться. Если их считают, что их неправильно осудили, их митрополиты, их патриархи, они могут писать Папе Римскому жалобу, и Папа Римский принимает решение. Да почему же говорят не отправят Папе Римскому? А потому что Папа как бы теперь же раскольник у нас Папа, хотя по сути дела это имеет право только Папа. Но они хитры, даже греки, они объявили, что так как Рим отпал, верясь, то теперь Константинопольский патриарх занял его место. И он теперь первый, и он теперь Вселенский, и теперь он получил Папу Римского права. Хотя это очень странно. Надо тогда действительно к Папе писать апелляции и просить у него его решение Папы Римского. Это будет тогда по закону по Вселенским соборам. Или Новый Вселенский собор. Да, либо собирать Новый Вселенский собор, но тоже опять же с участием Римского Папы и решать этот вопрос. То есть недавно проходивший якобы Вселенский собор до него еще не приехало четыре церкви. Он даже не ставил такие вопросы. Это может породить только еще один раскол. И получается, что раз он теперь такой, то он имеет право принимать апелляцию. Ну и Филарет ему написал. И тот признал его в сущен сане, снял с него московские все анафены и принял его в Константинопольский патриархат. То есть не украинские создали патриархат, а создали, опять же, все эти вернулись в Константинопольский патриархат. Но они получили автокефалию, почти полную, автокефалию с двумя оговорками. То, что они миром его получают и то, что они только на территории Украины действуют. Не имеют права свои приходы на территории никакой другой страны открывать без его разрешения. Это прямо прописано в Томасе. Но за это он принял их в Константинопольский патриарх, хат, то есть это получила украинская митрополия, автокефалию от матери церкви, а то еще от... патриархата Киевни. То есть патриархата Киевни. Митрополиты, вот теперь называется глава церкви митрополит киевский и всея Украины. Это титул, который ему дал Константинопольский патриарх, а саму киевскую патриархию упразднили. То есть вошли они на основании митрополии. Так же, как было до Переславской Рады. А неканоничность это в том, что якобы вселенский патриарх Варфоломей взял на себя право римского папа. Абсолютно. Который за ним никто... Решения никаких соборов таких не было. В этом неканоничность. Абсолютно верно. За ним никто этого права не признал, что он новый папа номер два. И для этого надо признать, что он теперь папа номер два. Но за ним это никто не признал. Папа один у нас римский только. А то нам же трещат по телевизору. Ой, неканоничность не... А в чем неканоничность? Поэтому, вы знаете, самое смешное, православная церковь самую большую легитимность положает она без всяких претензий. Вообще. Самую большую легитимность со всех сторон получает именно грековая церковь. И если она вот больше... Вот она имеет полное право на украинскую патриархату. То есть она имеет право обращаться к папе. Абсолютно верно. Если папа римский завтра назначит украинского патриарха просто это будет униатр. То есть это будет законно с точки зрения всех там вселенских соборов. Всех вселенских соборов будет законно. Если тут как бы Варфоломей немножко на себя одевает. Ну это уже будет католик. Ну в общем я лично не вижу разницы сейчас никакой. Раньше была очень принципиальная разница цивилизационная. А сейчас что папа что Варфоломей в госсландинопольской разницы нет никакой. Ну и вот еще самый главный момент самый важный. Дело в том что я считаю что это автокефалию украинскую надо было дать в девяносто первом ряду. Мирно тихо и спокойно. Правильно. Это должен был сделать патриарх Алексей когда вот тогда попросил по-моему Кучма или Кравчук и надо было дать украинской автокефалии полностью украинскую церковь. почему мы дали американцам когда в Америке почему же здесь не надо было дать ее спокойно и не было бы никакой резни и не было бы никакой вражды и ничего мы же когда-то получили автокефалию сами почему теперь другая страна мы мы можем я например плачу о развале Советского Союза но мы же сами на это пошли хорошо мы это сделали значит мы должны быть дальше последовательно да и надо было это не было бы никакой вражды никакой резни ничего бы не было поэтому это должно было бы происходить не вот в 2018 году в 2018-19 годы а должно было бы произойти в 1991 году и это должно было бы это была бы сестра церковь сестра дочь она бы получила свою патриархию или метрополию там неважно все-таки Касталитополь же не пошел но под это дали метрополию но автокефалию полную дали а так автокефалию не давали дали там свободное самоуправление там как-то еще что-то назначение но автокефалию надо было с моей точки зрения дать надо было еще в 1991 году и вот эти все события сейчас не использовались бы в политической борьбе и прочее церковь бы не вмешивалась в эти политические вопросы и этого не нужно совершенно и это не решалось бы с каким-то Константинопольскими патриархами а это был бы уже решенный вопрос который бы не было никаких проблем а так мы проиграли то есть все получилось против нас все что могло было быть сделано для сближения народов для мира все сделали наоборот все сделали наоборот а потом уже просто назад уже не могли отступить знаете когда уже после драки кулаками не мажут наш сегодняшний но здесь еще еще есть одна да вот Кирилл не умеет ни слушать ни думать ни уступать он мог этот вопрос решить в тысячу очков себе заработать а проиграл в сухую и больше и огромные потери и финансовые и финансовые там все свои финансовые вы знаете вот я учился в одесской семинаре нас гормили черной икрой как только отделилось вот это все развалилось пшено и огурцы когда союз развалился такая вдруг оказалась не счета а жуть поэтому то что говорит деньги деньги нет вот при союзе там тянули там да было что-то а при когда уже стало вот разделились государства деньги никакие вряд ли скорее всего завис скорее всего что это чисто репутационные потери очень серьезные и это я считаю это очень неправильно все сделано доведено ну и конечно естественно политики использовали это сейчас вот в этой политической предвыборной борьбе что не должно было быть этого ничего ну использовали для того чтобы ну какие-то себе очки там набивать но есть один очень большой минус в этой вот все хорошо но есть очень один большой минус в этой эфте кефарии пока на данный момент ее не признала ни одна православная церковь ни одна все кланяются говорят добрые слова да да улыбаются все но на Рождество не прислали ни одного поздравления не самое то есть понимаете это чисто из чего они все имеют свои проблемы у той проблемы с Черногорией у той проблемы еще с кем-то и они боятся что завтра они так же все черногорцы напишут Константинополь письмо они уже написали да они уже написали что вы же решили проблему с украинским в прошлом году они уже написали теперь просим и получается что Константинополь получится врагом всем то есть будет он не только врагом русской православности а будет всем врагом поэтому это ну как бы вот это единственный минус а в остальном Украина во всем выиграла вот это единственный минус то что чем это кончится раздраем между сербами болгарами румынами черногорцами поляками все захотят потому что у грузинов тоже Абхазия и Осетия там две метрополии сидит сейчас тоже напишут письмо что просим отделить от Грузии нас мы будем теперь самостоятельно международно Абхазское царство всегда была самостоятельная православная церковь главе они могут не входить в русскую православную они своего митрополита поставят Абхазского и все напишут почему бы нет почему бы нет все имеют такое право написать но право-то это имеет только Римский Папа а здесь ну это его и Своя обязанность согласно решениям канонических соборов да согласно решению Первого Вселенского Собора право апелляции имеет только Папа Римский а они как хитро сделали ну раз Папа Римский отпал в ересь то теперь я возьму смиренно на себя его обязанности а канонические это нигде не зафиксируют да это нигде не зафиксируют в этом и есть нарушение в этом и есть то нарушение которое произвел Константинопольский патриарх он хотел на вот этом Кипрском соборе всеправославном чтобы ему все церкви делегировали это право как бы подписали что ну да мы согласны признать его над верховным судей но ведь четыре-то не поехало сербы грузины наши еще кто-то не поехал и не получается это нелегитимно то есть ну кто-то признал его права кто-то признал ну те пусть и судятся вот и поэтому вот такая вот сложная ситуация сложилась здесь очень много исторических ошибок очень много современных преступлений глупостей ну вот я вам как бы описал историческую вот такую вот ну я единственное что правильно абсолютно с вами согласен батюшка что действительно надо было все это сделать мирно тихо и действительно бы не было бы такой да не было бы вражды ну вот это тут действительно новый митрополит московский он не умеет не слушать ничего он прет просто как это чисто ну патриарх патриарх он просто прет и все как чисто вот по путинской политике ничего никого не слушаем мы как говорится сами с усами и ничего в итоге мы имеем что сейчас православная церковь в Украине уже отошло уже сколько от московского 240 нет 300 230 было 330 330 уже больше 300 уже 250 дело в том что понимаете просто мелкие приходы есть в деревнях приходом считать где две бабушки я не считаю нужным если вот действительно приход 240 мощных хороших приходов это только это только сильно а вообще больше 300 уже 350 уже идет из 10 тысяч из 10 тысяч приходов около 300 уже перешло из 10 тысяч нет ну они эта тенденция идет и она продолжается она будет продолжаться тем более сейчас когда еще кстати мне что понравилось этот Алексич не Алексия это Папа Римский очень сильно выступил закон о том что община сама может определять куда она хочет то есть теперь сама община а как в законе нет ясного понимания что такое община вот ты да я да мы с тобой мимо проходили то есть нету списков прихожан каких-то там как было прицаре все записывались и были списки есть же там старейшина есть же вот это вот не старейшина староста староста да 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 прикрепление да да нету есть же территориальное прикрепление они вот жили они тут же вот они ходят в этот приход те которые там живут нету вот если бы было написано в законе было бы написано что кто только прописан А церковные книги, где они там рождены? Какое советское... Все уничтожено, конечно, ничего нет. А вообще раньше было, церковные книги. Да, раньше было. Раньше это несомненно было. А сейчас, если в законе прописали, что, например, только прописанные на данной территории, а то есть, можно определить, вот от этой улицы до этой улицы, приход, вот здесь вот люди живут. А сейчас, как получается, кто мимо проходил, тот и вот на службу пришел, и ты прихожанин. Ты хочешь принять участие в этом самом собрании? Да. Вот собралось там 100 человек. Бабки говорят, да мы их первый раз видим, они никогда в жизнь сюда не приходили на службу. А что такое? А голосование? А какое голосование? Мы протокол составляем. Какой протокол? Хотим перейти или не перейти? Сколько голосует за Украинскую Православную Церковь? Сколько, например, за такую? Здесь, где южные районы, тут либо Украинскую Церковь, Московскую, либо Украинскую, Украинскую. А на Западе еще и в Григо-Католическую можно перейти. Да. Три варианта. И большинство голосует. А потом оказывается, что эти люди пересели на авторославную, переехали в соседний район, и там тоже проводят голосование. То есть, ну... Карусель. Да, карусель получается. Нету вот этой вот церковной книги должны быть, где должно быть записано. Ну, это спасибо времен Петра, кстати. Это еще с времен Петра началось, когда вот эти немцы, его немцы, когда вот эти церковные книги начали забирать еще вот эти летописи и прочее. Ну да, Романовы переписали всю историю. Да, Романовы, они перепахали с времен Петра. Да, это вы правы. Это с времен Петра немцы. Еще и со временем его церковной книги. Мы не об этом, это было. Ну, в общем, ладно, бог с ним. Но факт то, что да, я как греко-католик, конечно, я радую, что у нас есть теперь сестра православная украинская церковь. Папа тоже не признал. Папа Римский сделал вид, что должны к нему приехать. Греко-католики всегда радуются, чтобы в России... Никто, а папа ничего. Папа сделал вид, я даже интересовался, специально перелопатил. Я специально перелопатил, что скажет папа Римский. Пловная тишина. Папа сказал, это не наш вопрос, мы никуда не лезем, никуда не вмешиваемся. Его там спросили, он говорит, я никуда не вмешиваюсь, чтобы еще больше не устроить вражду по этому поводу. Сейчас, говорит, что-то скажу и еще кого-нибудь задавать. Он очень мягкий, довольно-таки, папа, он очень такой хороший человек. Ну, все юридические права на его стороне. Вот все юридические права на его стороне. Ну, юридические были права, кстати, вот вы говорили вот про историю, а митрополит все-таки тогда, а не патриарх, был тогда в Киеве. Кстати, подчинялся он. Исидор. И подчинялся он, да, греко-католическое права. Это тот, который на стенах Константинополя, мужик 70 лет, митрополит, папа газоначей, Исидор, митрополит Исидор, он был назначен папой римским, патриархом киевским. Да, это было и в Киеве, так что тогда, в 1438 годах, назначенный папой римским, не митрополией константинопольской, а римским папой, они приняли унию, и он его назначил в Украину. И Украина тогда фактически была у... Да, вы правы, но его благополучно, значит, он приехал в Москву и попытался там... Нет, поляки его. Сначала оппонент нет, он приехал в Москву. Он начал разговаривать. Да, его арестовали, и потом он случайно бежал. То есть не хотели с папой римским скандала? Его выслушали, потом арестовали. Василий Васильевич. Василий Васильевич, да. А кто тогда хотел с папой римским? Он мог бы тогда просто-напросто... Да, его могли бы убить в Москве просто, если бы кто-то заявил, что... Ну его выпустили. Да, его отпустили. Его отпустили. И он вернулся и служил у Папы на протяжении многих лет, участвовал в обороне Константинополя и даже был назначен Константинопольским патриархом. Римский Папа назначил его Константинопольским патриархом. Но он успел побывать назначенным Киевским патриархом. И он был грекогатоликом. Митрополит Исидор, грекогатолик по нашей истории. Он сначала был православный, а потом, когда унию приняли, он ее подписал. Вот лица русской православной церкви. И пришел в Москву доказывать, что надо к этой унице присоединяться. Это флорентийская уния. И вот так послушали-послушали и арестовали, и бросили в путь. А потом подумали и сделали бегеты. Что с ним делать? Казнить и получить путь? Будет война. Ее поэтому отпустили. Тогда было бы еще хуже. Ее по этому вопросу отпустили. Это была такая историческая вещь. Но все-таки, вот этот его пост все-таки уничтожили поляки. Ну, конечно. Они не хотели украинскую грекогатолику. Нет, и киевский патриарх вообще не нужен был. Им нужен был патриарх варшавский. Они посылали своих кандидатов. Был период, когда в патриарх мог быть вполне в Варшаву переехать. Поэтому то, что произошло, и он осел потом уже в Киеве, и потом уже дальше в Москве патриархия переехала. И, кстати, с этого времени... Опять, вы знаете, мы еще больше папе римскому добавили юридических прав. Да, да. У него уже была там своя патриархия, я у папы римскому. Спасибо. 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 Спасибо.